Книга «Открытым оком», вопрос 371 по теме Святой Библии. «Почему в православии не всю пищу можем вкушать? Ведь Господь осветил всю пищу в видении Петру», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бог в конце творения видимого мира дает знак качества на всем своем изделии, Бытие 1.31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. До потопа считается, что люди пользовались только растительной пищей, и жили тогда до 969 лет. Разделение пищи на чистую и нечистую произошло после того, как евреи пробыли в Египте и в рабстве более 400 лет. Привыкав раболепствовать, они приучились поклоняться и тельцу, и быку. Чтобы стеснить их вожделение, Бог, левит 11 глава, через Моисея дает определенное определение пищи, чистой и нечистой. Нечистота это была не в творении, а в запрете, чтобы они, вынужденно стесненные немногим, что разрешено, стали резать коров и все, чему поклонялись в Египте, как божеству. Через это они познавали истинного Бога, невидимого. Петр был воспитан, как истовый иудей в законе своих предков и знал опасность нарушения Моисеева закона. За это грозила смерть. Евреям 10.28. «Если отвергившийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью». Предпочел, как бы, как сыновья Маковейски умереть, нежели переступить грань запрета. 2 Маковейский, 17.7 глава Отсюда и такова его реакция на повеление есть недозвольное. Деяние 10.14 «Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Образ поведения наш, полученный путем труда над собою, будет определять наше отношение и в будущем, и к Царствию Божию, и к его, и его к нам. Откровение, 21 глава, 27 стих «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». В Новом же Завете, когда в церковь вошли и язычники, которые незнакомы были ни с рабством египетским, ни с законом Моисея, им чуждо, и не нужно было рабство и закону этому. «Во Христе свобода выразилась в том, что можно стал есть и с язычниками, что каралось раньше». Галатам, 22 глава, 12 стих «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». «Для новообращенных из разных народов даны были иные правила относительно Моисеева законоположения». Деяния, 15 глава, 20 стих «А написать им, чтобы они воздерживались от скверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего они хотят себе». Левит, 11 глава, потеряла отныне всякое значение для христиан «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Колоссянам, 2, 2 глава, 16-17 стих «Итак, никто не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это и есть тень будущего, а тело во Христе». Когда сегодня на христиан налагают иго закона, нельзя есть конину, крольчатину и другое подобное, что раньше было запрещено. Это все от невежества, от нелюбви к Библии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok